привет друзья решил сходить к дому все-таки прогуляться до речки и посмотреть поснимать вот уже почти спустился тут когда-то был колодец на этом месте вот здесь где кусты вот здесь вот когда-то был колодец уже нет теперь дальше вижу вон он колодец пойдем посмотрим что там вот собственно такие маршруты мы ходили каждый день к дону ну или или другой улице тоже к дону ходили вот за другой улице мы тоже путь был ну у нас мы ходили в основном купаться в два места это либо была глазунь так называется место а второе это пляж вот но на пляжу было мелко как ну как мелко там просто нужно далеко очень зайти туда ближе к середине дона чтобы стало глубоко вот она глазуне там сразу обрыв и там сразу очень глубоко поэтому мы там больше любили купаться заценим колодец аккуратный такой маленький прикольно плитушка даже есть все работает чё клёво пойдем дальше хорошо солнышко светит вчера снег выпал сейчас уже тает чувство я грязи на мишу конечно иду в кроссовках ну хорошо что тепло потому что когда вчера я снимал когда я был в казанке у меня вчера отмерзли руки сегодня тепло сегодня будет нормально поснимаю подольше о вспомнил я сейчас схожу туда где мы раньше играли с с ребятами в гориллу то есть это такое дерево было где мы постоянно лазили короче и играли в эту гориллу ну в общем цель игры была такая то есть ты лазишь по дереву и тебя должны залатить то есть какая-то горилла типа гоняется с тобой по деревьям и латит тебе а ты должен убегать перелази из дерева на дерево клевое было время сейчас посмотрим на это дерево и что от него осталось дойдем до него посмотрим ну раньше помню когда я был там ну в прошлом году там уже частично спилили уже мало что от него оставалось сейчас наверно вообще ничего от него не осталось а муж еще стоит глянуть сколько у меня осталось пленки точнее памяти 3 часа 7 минут ну нормально за три часа я думаю я обойду два пляжа я думаю я успею вот здесь кстати вот вижу прям сейчас какие-то горы ну не горы а такие не холмы не горы а это в общем нагребли землю раскопали это нефтяники приезжают в общем и копаю здесь вот вот трубы кладут а потом здесь такое остается раньше тоже копали но я не помню чтобы так было все перекапано вдоль и поперек сейчас в реально все перекапано вообще все камни навезли вот трубы он реально а вот и нефтяники ну ладно пускай работать нет снимать их наша дорога идет дону мы гуляем идем к дереву на самом деле на пляж дорога вон там идет но мы сейчас сходим к дереву просто любопытно а он там кстати он там если там приблизить дальше и слева там было у нас еще в общем не то что площадка для футбола просто там еще стояли такие деревянные ворота и там их мы еще играли футбол так ну что здесь у нас идем 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 вот это дерево с виду не похоже что на ней можно прям где-то куда-то лазить но раньше мы на нем лазили очень часто и играли несколько лет на этом дереве солнце светит аж слепит вот собственно это дерево вот тут спилили уже часть его он те две ветки уже сами обломались а ну ладно здесь уже особо то ничего не посмотришь вот спилена и но и собственно уже высохла практически вот и так мы лазили с этого дерева там переводили на другой на 3 4 в общем так прикольно было так ладно держим дорогу на пляж возвращаться будем с глазу не держим дорогу на пляж были придется мне все-таки полазить по этим по этим оврагам которые землю нагребли мне это не особо хочется но придется дойти до поля надо все таки техника реально меняет местность раньше можно было вообще тут раньше была такая гладкая дорога и тут ездили а сейчас здесь вообще конечно буераки тут не то что не проедешь тут вообще не нам ни на каком ни на какой ниве или ни на каком уазике не проедешь тут реально все перекупано но рыбаки я уверен все равно как-то ездит на дон каким-то дать другим способом наверно вот я думаю афигеть трубы большие афигеть чё на труба сплошно видишь то афигеть это мне придется перелазить там реально мне придется там перелазить через эту трубу или здесь обойти так лучше сразу посмотреть стопудово я лучше здесь обойду иначе мне придется лезть через эту трубу вверх через вверх так что идем в обход как поговорка умный в гору не пойдет умный гору обойдет так топаем в обход ух ты в трубу никогда не смотрел да длина офигенная ладно идем в обход конечно надо было мне блин идти сначала на глазунь что-то я зря пошел на пляж потому что я не знал здесь реально что здесь так придется полазить а на глазунь я бы спокойно дошел через поле через лес и все а не вон разрыв трубы вижу можно было и там идти вон разрыв ух ты там какая-то будка стоит еще видать здесь люди прямо и ночуют и живут то есть видать и работают на месте и тут же и живут я так понял то что вижу какую-то какой-то маленький домик в общем примерно таким путем мы ходили на пляж ездили на великах на как его на машине на мотороллер гоняли вот здесь не было ничего перекапанного здесь было все нормально вот сейчас конечно все перекопали вот ездили в принципе все лето купались практически каждый день ну вот я бы с удовольствием провел бы в такой стране всю свою жизнь где круглый год лето зиму я не люблю потому что не вижу в зиме ничего хорошего спалашные минусы я считаю ну чё если так поразмышлять холодно нужно больше ресурсов чтобы себя согревать будь то там дом или квартира или покупка одежды вот замерзаешь периодически вот а летом хорошо тебе жарко ничего делать не надо это плюс еще можно купаться плавать сплошное удовольствие лето это реально сплошное удовольствие жить в той стране где круглый год лето и где ты круглый год можешь купаться в море или в реке какой это здорово я считаю ну практически дошел вот уже вышел за лес надо перелазить через эти овраги или не овраги как они называются блин у меня что-то короткий словарный запас а ну вот в общем эта дорога которая ведет туда к дону а я пришел вон оттуда так ладно потопали блин реально жарко стало что-то я прямо пугучился еще шарф нацепил опа все ну а теперь по прямой хорошо уже теперь уже напрягаться не надо лазить по этим перекопанным местам вот вот эти поля леса тут ну в разных местах мы строили свои шалаши раньше и в этом лесу и там дальше игрались сколько мы шалашов понастроили о покажу вам реально реальное небо а то в Москве такого неба мало когда увидишь реально чистое красивое небо и чистый воздух вот что я люблю еще в деревнях в станицах что здесь реально чистый воздух нет никакой загазованности пахнет лесом но сейчас пока не пахнет потому что сейчас пахнет зимой так как еще листва не цветет еще не совсем весна а когда лето весна здесь реально пахнет лесом вот приятно так выходили мы на дон купаться по этой дороге а вторая дорога ну я по ней буду возвращаться она будет там справа с глазунью мы сейчас пройдемся как пройдемся до пляжа потом по над доном пройдемся на другой пляж ну как не до пляжа а до тубы там в основном никто не купался а в основном там рыбалили либо на донке либо еще на что-то в основном там рыбалили что жарко надо подраздеться вот вот да конечно если бы я приехал бы летом было бы намного интереснее но летом я уже сюда не приеду в этом году в 2016 это может быть только аж через год я сюда приеду летом ну посмотрим ну посмотрим будет видно ух ты следы вот чьи-то неизвестно может быть это какой зверек может быть лиса может еще кто ну следы чьи-то так ну если я конечно встречу какого-нибудь дикого кабана то дело я буду давать очень быстро хотя я такого еще ни разу не встречал здесь вот хотя если за доном если переплыть дон и там в лесах там реально можно встретить какого-нибудь кабана или там следы каких-нибудь животных волков может быть вот раньше мне кажется их было много тупые далеко в принципе я уже одну треть дороги прошел сейчас еще немного я буду уже на пляжу практически вот так мы доходили это я просто сейчас медленно иду а так с нашей станицы со станицей Мигулинской до ну если с нижней улицы где я живу до дона то это 15 минут пешком ну может больше может 20 и в принципе ты уже на данном можешь купаться вот это мне больше всего нравилось что близко мясо и уже на речке вот вот сейчас покажу следы видите реально чьи-то следы сейчас большой след если найду то увеличу не ну это маленький ну вот какое-то животное бегало здесь надеюсь не опасно солнышко зашло небо нравится мне небо я вот еще мечтаю чтобы был такой домик у меня где была бы такая стеклянная крыша чтобы когда спишь ну ложишься спать и смотришь на звезды перед сном в небо я думаю это прикольно с открытой крышей такой стеклянной быть был бы домик так посмотрим что у нас там 2 часа 53 минуты офигеть я так быстро прошел 7 минут было я так много прошел чувствую даже больше погуляю пока не закончится пленка или батарейка буду снимать значит долго а что делать пока до отъезда мне еще время есть я сегодня в 6 часов уезжаю до этого времени могу погулять сколько я уже прошел вот сколько я уже прошел вот да и когда у меня мой бизнес бы хорошо бы пошел я бы свободно мог бы жить в деревне вот ну опять же может быть не так долго как хотелось бы да там но периодически я бы жил бы в деревне если был бы хороший интернет потому что я же планирую зарабатывать деньги ну и все свое дело строить в интернете вот и когда оно у меня получится это будет супер я уже буду жить в любом месте собственно в любом городе в любом месте и зарабатывать деньги через интернет и не быть привязанным ни к одному месту ни к городу ни к работе вот это будет здорово смогу путешествовать ну а пока пока работаю пока пробую сейчас лесок этот перейдем и там спустимся вниз поднимемся и все и будет речка Дон офигеть мне не понравится тут вот я сейчас иду вроде бы солнца нету зашло но все равно щуришься потому что как-то привык в Москве все так серо и в общем солнце глаза не режет а тут белый снег ну и плюс так небо светлое и аж глаза режет непривычно просто прикольно я вот когда нибудь себе куплю камеру покруче такую какую нибудь чтобы была ну так же в отличном качестве писала чтобы был выносный микрофон но это я все сделаю и самое главное чтобы она была более компактная эта у меня камера такая большая ее надо в руке носить там ну такая имеет большой размер такую какую-нибудь миниатюрную я все сделаю специально для того чтобы на селфи палку поставил и удобно снимать было вот и что самое главное чтобы она еще была водонепроницаемая и противоударная потому что я еще в будущем планирую кататься ну и на велике где-нибудь что-нибудь снимать и отдыхать вот и чтобы она не боялась там ни падений ни ударов ни воды только обязательно куплю такую камеру и буду уже гонять более смелей не боясь что там если что-то случится я ее разобью вот опять куча следов вот уже явные следы ой кашля вот по следам понятно что это явно либо собака либо волк ну я просто на вскидку то что видно отпечатки лапы вот либо лиса но отпечатки большие отпечатки большие вот если так посмотреть они такие большие в размере имеют вот явный отпечаток вот отпечатки большие и мне кажется зверь не маленький здесь бегал надеюсь я с ним не встречусь ну а если встречусь тогда буду отбиваться кто-то звонит сейчас секунду кто-то звонит алё алё лёш а ты уже дома да я просто сейчас у дона я ушел погулять да я тогда чуть попозже чуть попозже подойду ага давай ха 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 брат звонил договаривались увидеться там вот а он раньше приехал что за шуршало надо быть внимательным а то ещё кто-нибудь во ещё такой отпечаток не знаю видно вам нет не реально если ходить так какой-нибудь лес дремучий то надо брать с собой ствол либо ружьё ну чтоб вот он ещё один след такой чёткий чтоб не так это очково было потому что дикий зверь он есть дикий и он хочет кушать а ты можешь стать его добычей вот и для этих целей лучше при себе что-то иметь кстати слышал в каком-то видео на ютубе на ютубе что если там какое-то животное то его можно напугать диким ну сильным криком не диким а просто сильным криком может быть это тоже может помочь если там допустим увидел зверя как сильно заорал чтобы он испугался и убежал вот уже подходим к дону вот а так конечно если я кого-то засниму на камеру то это будет жесть я наверное испугаюсь сам больше чем этот зверь вот опять следы следы я думаю самое перспективное если кого-то встретишь то это надо бежать на это как залазить на дерево потому что я думаю это самое эффективное что можно сделать бросать все на свете ну камеры жалко бросать но все равно жизнь дороже интересно есть кто может есть какие-то рыбаки или еще кто не никого нету я чувствую я сегодня утром здесь первый вот этот пляж где мы купались а вот это вот здесь именно нужно пройти очень далеко туда вглубь дона чтобы там было тебе по шейку или с головой а так с берегу здесь очень мелко ну и так далее ну конечно здесь песок сейчас все такое грязное потом здесь будет все чисто почистят вот собственно этот наш пляж так ну ладно пойдем дальше пойдем теперь сквозь лес я думаю надо идти но сначала надо одеться что-то мне прохладно стало так одну секунду оба так потопали дальше пойдем дальше пойдем дальше а то уже рука замерзает надо перчатки одеть все перчатки одел не не влазит сердце а вот так нормально все перчатки одел все пойдем дальше все пойдем дальше сейчас идем в сторону тубы мимо тубы и в глазуне через лес о во 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 блин побежала побежала какая-то то ли косуля то ли лиса а что-то высокое на ногах блин не успел заснять блин надо быть внимательным не знаю потом на камере посмотрю и может быть засниму как на приближенном изображении может быть покажу вам короче надо тихо разговаривать надо тихо говорить если вдруг какой зверь попадется чтоб я успел его заснять реально это будет отличная штука так сейчас надо приготовить камеру плотно в руку взять блин как я как я его не заснял четко бежала поперек через поле во сейчас четко взял камеру в руку так буду говорить намного потише но держать камеру ближе к лицу глядишь может быть еще кто-нибудь побегит и я его засниму да есть все таки еще живность еще не всех перестреляли и знаете еще кто-то бегает здесь главное чтоб если кто будет бежать бежал не на меня а от меня иначе мне не сдобровать так ну буду сейчас идти тихо идти тихо и снимать чтобы это вот опять следы увидел снимать чтобы не спалиться а то что я ору во всю горло вот опять следы охренеть охренеть реально надо брать какую-то дубинку хотя бы если что отбиваться вот если увижу я остановлюсь и буду приближать с помощью камеры и снимать если кого-то засеку сейчас смотрю вдаль в горизонт чтобы не палиться чтобы разглядеть кого-то сдалека блин любопытно заснял я того кто бежал или нет ну по окраске это было какое-то оранжевого цвета животное о кто-то утром ходил следы вижу какого-то оранжевого цвета животное и это вон какой-то человек ходил с утра и это и высотой примерно ну с собаку среднего чуть выше дворняшки и на таких на высоких ногах я еще что попробую если батарейка не сядет я попробую короче залезть на на возвышенность и поснимать если они вот сейчас вот здесь бегают по полям то может быть они еще вылезут откуда-нибудь и будут пересекать местность попробую поснимать так надо выходить на поле чтобы у меня был дальний обзор начинаю чувствовать себя как из это из ютуба там чувак в общем который пытается выжить обычно во всяких местностях но мне бы не выжить мне бы просто какого-нибудь зверька бы заснять это было бы здорово надо смотреть вдаль и издали заметить я теперь понимаю как люди охотятся они вот так ходят и раз засекают животное потом стреляют по нему ну а я засек очень близко его сразу драпанул точнее я видал когда он уже драпанул а не когда он стоял блин жалко если больше ничего не встретится ну буду снимать может быть кто-нибудь будет бежать опять через дорогу да здорово ну я так если прикинуть я шел и держал камеру прямо в принципе этот звереныш должен был попасть в кадр вот ну посмотрим потом посмотрим видео на этом моменте и че я успел заснять вот реально вон туда в кусты в лес даже нет желания идти кто узнает тут что там лазить кто офигеть солнце так слепит вот я чувствую даже сейчас можно загорать реально снимай ах попытался глянуть на солнце офигеть реально же слепит прям сильно вон еще следы пошли опять не да здесь реально еще бегает живность вот вот мы уже пришли к тубе это то место где мы раньше всегда рыбалили ну не только здесь вообще мы рыбалили много где и на косах и в стогах ну везде ездили рыбалить ходили рыбалить в разные места это наша любимая рыбалка была это рыбалка на спиннинг но вот уже больше никого не видим да специально так вот если захочешь кого-то заснять очень сложно потому что неизвестно где и когда ты заметишь животного ну ладно посмотрим может кто и попадет в кадр ну мне понравилось как это зверень уже бежал блин прям чуть не скакал так быстро я только успел заметить его когда уже начал приближать камеру я думаю его уже там не было на том месте ух ты вертолет кажется летел ради тут тоже периодически вертолеты летают так надо ухо держать востро иначе спалюсь да вертолет летит посмотрим куда он летит может быть тоже получится его заснять а он там за лесами его плохо видно блин нравится мне так бродить здорово плохо что раньше не было камер таких ну они были но и тогда мы их не могли себе позволить и они были большие кассетные сейчас все намного лучше я рад что я живу в такое время когда идет век технологий всяких изобретений много чем можно заниматься разными способами можно себе на жизнь зарабатывать а вот представьте люди раньше мы уже жили короче в древние времена где единственный способ выживания было выращивание каких то там на земле овощей и охота и все и больше ничего не было так подходим тихо вот это туба тут мы в основном часто рыбали ну так же весь этот дон так дальше 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 и идет вот сейчас мы пройдем немного вниз я вам приближу и покажу куда мы двинемся дальше а потом пойдем назад мы сейчас пойдем примерно вот тут где вот белая где то вот этот край может чуть дальше вот сюда я уже сейчас по картинке не угадываю где глазунь ну в общем пойдем в ту сторону через лес вот а потом пойдем назад так ну ладно посмотрим еще на наш дон на эту тубу и пойдем сейчас постараюсь идти тихо вдруг опять кто-то встретится и надо найти какую-нибудь дубинку это точно надо сделать сейчас потому что лучше подстраховаться а вон заметил сейчас вам покажу вижу собаку и человека сейчас буду приближать одну секунду вот он вот он вот он вот он вот он надеюсь эта псина меня не атакует Ладно, чтобы не дразнить, пойдем в обход Пойдем в обход А то кто его знает Пойдем в обход Может быть, это и была эта псина, которая гуляла Может быть, это от нее следы вот здесь, да? Потому что я видел следы человека Может быть, это собачка и бегала здесь Но там, когда я заснял, то реально было такое Реально было какое-то дикое животное И оно бежало через поле И я буду разочарованный Если это животное не попало в кадр Хотя я вроде камеру держал правильно Ладно, топаем дальше Собачку с тем чуваком обойдем И пойдем в глазами Ну что, он остановился Что-то смотрит на меня, чувак этот Ну, конечно, здесь не привыкли Что ходят разные люди И снимают все на камеру Они к этому не привыкли Это в Москве можно ходить Снимать что-то на камеру А здесь к этому не привыкли Будут к этому относиться настороженно И непонятно И подозрительно, наверное, еще скажут Что он делает, нафига он снимает Вот он идет в мою сторону Может, это лесничий И хоть что-то спросить Посмотрим В любом случае Съемка не запрещена И я хожу гуляю Здрасте Здорово Ты что, рыбарь? Да не, я гуляю Снимаю На пляжу никого там нет Или бежать? Был на пляжу, никого не было Вообще никого А я приехал права менять Ну, срок закончился Вот С Москвы Ну и решил прогуляться Поснимать Давно ж не был здесь Ну да Да что сейчас, не знаю Будет, не будет ловиться Весной Дальше Она уже упала Глянь на сколько Она Сюда вот она заходила Вода А Чуть Ага 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 Метка стоит На метре Я же это Любитель на спиннинг На спиннинг На спиннинг еще раз Ну да Ну вот если приеду осенью Пока не знаю Если приеду То может порывали Вот так А сейчас опять Сейчас опять на вахту На заработки опять Пока некогда Ага Давайте Ну вот Казалось Мужик просто гуляет С собачкой Ладно Пойдем дальше Вот когда Раньше мы гуляли По таким лескам В принципе Было интересно гулять Но когда ты Гуляешь И не было здесь Очень давно Да И вот видишь Вот опять следы чьи-то Да Видишь различные следы Диких зверей То это немножко Настораживает Вот Не то чтобы Есть какая-то боясь Или большой страх Ну немножко настораживает Потому что сейчас Выскочит откуда-нибудь О Опять Звонит кто-то Алло Привет 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 Скорее всего нет Я не знаю даже Но скорее всего Я не выйду Но опять же Я постараюсь Найти в другом месте Вот Но скорее всего Не выйду Я постараюсь Я постараюсь Я постараюсь Такую вещь Потому что А заходы Сильно от этого зависит Ага Да Я ее даже Не вытаскивал А где есть что с ней отправить Можешь С кем-нибудь Где-то Умират Звагоны Я тебе позвоню А ну Ну окей Давай туда Скинешь мне Я отправляю Давай Скинешь ее